Ветеран специальной военной операции Юрий Лобанов уже обходится без трости. После тяжелого ранения он ходит при помощи протеза. Занимается спортивным метанием ножей и плаванием. В скором времени молодой человек планирует вернуться в любимый вид спорта – бег на марафонские дистанции. Я получил беговой протез. Вот сейчас мы гильзу под меня подгоняем, чтобы мне было комфортно бегать без боли. Только комфорт. И, соответственно, я уже планирую через годик пробежать свои первые официальные соревнования. Помогают встать на ноги раненым бойцам СВО, в том числе и протезно-ортопедические предприятия. С одним из них – Самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» сегодня подписали договор о сотрудничестве. Всего подписано около 30 таких соглашений с разными организациями и ведомствами. Для того, чтобы максимально оказать нашим ветеранам СВО, которые получили инвалидность в зоне специальной военной операции, по полному циклу, по комплексной услуге. У нас сейчас в регионе вообще сложились уникальные возможности. Мало регионов Российской Федерации, которые имеют такой полный цикл инфраструктуры, который оказывает всю необходимую помощь, поддержку в таком важном направлении, как протезирование, обучение и медицинская реабилитация. В Самарской области работают пять ортопедических предприятий. Все они имеют необходимые лицензии на протезирование и обучение инвалидов. Касаемо ребят, они на самом деле бодры и веселые. Тем, кому нужна поддержка, мы всегда помогаем. У нас техники протезисты сами на протезах показывают им тем самым, что жизнь не заканчивается. Это всего лишь доп-функция. Есть моменты с реабилитационными мероприятиями. Фонд защитники Отечества был создан по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Его основная цель – адресно сопровождать ветеранов, участников СВО и их семьи, а также обеспечивать все меры поддержки в режиме одного окна. С 1 июня филиалы фонда открыли свои двери во всех регионах страны. В Самарском филиале ведут прием специалисты всех министерств и ведомств. Ветераны-участники СВО приходят с вопросами по расторжению контрактов, оказанию медицинской помощи, установлению инвалидности, поступлению в вузы по квотам. За три месяца в Госфонде в регионе помощь получили свыше тысячи военнослужащих и членов их семей. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События.